Сегодня в выпуске. Чтобы спастись от пожара, корреспондентам ЮТВ пришлось эвакуироваться через окно восьмого этажа. В Уфе к 450-летию города отреставрируют печально известный дом Бухартовских. Мы нашли самый чистый подъезд в Уфе. А еще там есть граффити за 32 тысячи рублей. На 23 декабря количество зараженных коронавирусом в мире составило 78 миллионов человек. 55 миллионов излечились, более миллиона 700 тысяч погибли. В России зафиксировано около трех миллионов случаев заболевания. Выздоровело на данный момент 2 миллиона 300 тысяч человек. И более 52 тысяч человек умерли. В Башкирии за сутки прибавилось 162 положительных результата COVID-19. Согласно статистике Республиканского Минздрава, с начала пандемии в Башкирии зафиксировано 17,5 тысяч случаев заражения. Более 13,5 тысяч выздоровело. 126 человек умерло. К 450-летнему юбилею Уфы в столице отреставрируют объекты культурного наследия. Речь идет об усадьбе Бухартовских и доме Степанова Зорина. Об этом сообщил заместитель главы администрации Уфы Николай Фадеев. Сформирован перечень объектов, строительство которых предполагается выполнить за счет средств инвесторов. Среди них реконструкция усадьбы Бухартовских, дом Степанова Зорина, благоустройство части Непейцевского дендропарка. Первыми жителями усадьбы была семья польских дворян Бухартовских. Стремительный упадок здания начался два года назад. Тогда его официально расселили. В тот момент дом уже был взят под государственную охрану. Однако бомжам, которые облюбовали деревянную постройку, статусы регалий были не важны. В марте этого года в усадьбе произошел пожар. На следующий день активисты провели рядом с пепелищем пикет. Они потребовали от мэрии города разобраться в причинах произошедшего. Что мы наблюдаем? Что ничего не изменилось. Городской бюджет, как не закладывались деньги на сохранение и реставрацию городских усадеб, историческое наследие города, так и не закладывается. Это очень возмутительная ситуация, поэтому я пришла выразить свое возмущение. Очень жаль, что городом, по-моему, управляют временщики, для которых дома 19 века не имеют вообще ровным счетом никакой ценности. Он не законсервирован должным образом, как это должно быть памятником архитектуры. И это забота государства, поскольку памятник в реестре. Этого не было сделано. И вот закономерный итог пожар. Глава Башкирия Радихабиров заявил, что усадьбу необходимо отреставрировать. Стоимость работ специалисты оценивают от 30 до 50 миллионов рублей. В доме Степанова Зорина на данный момент расположен Центр по охране недвижимых культурных памятников республики. У нас не только вот мы готовились к этому конкурсу, и вот так чисто. У нас всегда так чисто. Многоквартирный дом номер 8 по улице Маршала Жукова может похвастаться самым чистым подъездом. Ремонт здесь завершился 10 месяцев назад, но стены до сих пор выглядят свежевыкрашенными. На первом этаже необычный рисунок, выполненный на заказ уфимским граффитистам. Наняли художника, со статьи содержания оплатили, нарисовали картину Сакуру на стенах. Очень красиво, нам всем очень жителям нравится. Они проходили, все довольны, так как мы оформили наши подъезды. Такой элемент декора обошелся в 32 тысячи рублей. Художник в единой гамме также выполнил маркировку этажей. Кроме стен, в подъезде обновились и двери мусороприемных камер, а на полу появилась плитка. 32 года дома было, как бы все это пришло уже в такой неприглядный вид, поэтому мы все с содержанием поменяли. Мы где-то израсходовали около 600 тысяч на это. И с участием программы ремонт подъездов. Как говорит Валентина Соломатина, чистоту удается сохранить благодаря бережному отношению всех жильцов подъезда. А возможно, общему порядку способствует наличие камер. У нас 22 камеры на доме стоит. У нас домофон, у нас никто не откроет, у нас антивандальные ключи, у нас никто не сойдет. Его ключ вообще невозможно сделать. А так вот открыть дверь, кому там, к соседу или что-то. Звони соседу, у нас не открывают двери. У нас нет, чтобы там бомжи заходили на ночлежки. Сейчас же холодно, такого у нас нет. Этот подъезд сейчас борется за звание образцового в городском конкурсе. Соревнования между подъездами, домами и дворами Уфы проводятся с 2004 года. Конкурс у нас уже проходит 16 лет. За этот период приняли более 2,5 тысяч объектов. В этом году у нас подали заявки 34 адреса. Это с каждой управляющей организацией города. В конкурсе участвует также двор в Советском районе по адресу Ивана Якутова. В 2019 году в рамках программы «Башкирские дворики» он был полностью благоустроен, оснащен детскими спортивными площадками. А зимой руководство местного ЖЭУ соорудило здесь настоящий ледовый городок. Каток, фигуры, детский лабиринт небольшой, также зона отдыха в лабиринте небольшая и фигуры ледяные. Дед Мороз, снегурочка, бык, елки. Вот в принципе все и фигуры все с подсветкой освечиваются. По словам Александра Матвеева, во дворе все делается в первую очередь для детей. Вечером и выходные дни здесь их очень много. Чтобы дети отдыхали, играли, чтобы было чем заняться, а не сидеть в гаджетах, в планшетах. Каждый подъезд, дом и двор тщательно проверяется. В состав экспертной комиссии входят представители администрации УФЫ, городского и районных управлений, жилищного хозяйства и управляющих компаний. Жюри оценивает внешний вид, благоустроенность, креативность, технические характеристики. Победители в каждой номинации получат денежный приз, который они смогут потратить на дальнейшее благоустройство территории и содержание дома. Алия Кашихудинова, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ. Ранним утром неожиданно происходит авария на производстве. Люди застряли под завалами и зовут на помощь, а в это время огонь хлещет из разорванной газовой трубы. Но в этот раз профессиональные спасатели остаются в стороне, а на смену им приходят журналисты. Но прежде чем отправиться на помощь, нам, непрофессионалам, нужно умудриться правильно, а главное быстро облачиться в спецодежду. Вот маска сейчас... Первым делом огромной гидравлической клешнёй пережимаем трубу и перекусываем арматуру, которая преграждает путь. Теперь пришло время отправляться под завалы, откуда доносятся полные страха и боли крики. К счастью, на помощь всё это время звали не настоящие люди, а деревянные манекены. Но и их нам пришлось вызволять. Первый оказался под мощными завалами, второй потерял сознание, а третьего крепко придавило огромным грузовиком. Все трое оказались в безопасности, но наша работа не закончилась. На втором этаже, который заполнен газом, мог остаться кто-то ещё. Меняем боевую одежду на костюмы химзащиты и противогазы, которые хоть и спасают, но моментально снижают видимость. Маски у всех запотели, а потому мы держимся друг за другом и двигаемся цепочкой. На втором этаже находим трубу, из которой вырывается газ, а рядом с ней и пострадавшего без сознания. Утечку перекрываем, а его грузим на носилки. Но эвакуироваться без приключений так и не удалось. Спасение хоть и с заминками, но прошло успешно. Казалось, что теперь пришло время отдохнуть, но по легенде неожиданно вспыхивает соседняя высотка. Поэтому меняем обмундирование, хватаем 16-килограммовые баллоны с воздухом и пешком отправляемся на восьмой этаж. Руслан, жутко тяжёлая штука. Погорельца, который в страхе забился в кладовку, мы нашли довольно быстро. Выносить его нужно на носилках, но мы не догадались бегать за ними. А потому решили заменить их валявшейся рядом доской. Ещё одна жизнь спасена, поэтому теперь пришла пора позаботиться о себе. Спуститься по лестнице уже не получится. Поэтому из полыхающего здания только один выход. На страховке через окно, которое находится на высоте 25 метров над землёй. У меня смешанные ощущения. Как бы немножко страшно, но... Ух ты! Тихо! Отпускаю. Отпускаю. Внизу ещё... Япона, мать! Семь этажей. Всё. Ладно, кому я вру, было страшно. Всё уж там. И всё же спасение людских жизней лучше предоставить не журналистам, а настоящим спасателям, которые будут отмечать свой праздник 27 декабря. Но профессионалы говорят, что не каждый сможет влиться в эту профессию. И дело совсем не в больших физических нагрузках. Серьёзь человек, что он подходит, я с ним беседую. Для чего он сюда пришёл, откуда у нас отряди узнал, и что он хочет в дальнейшем жизни. Ну, это психологически, ну, такая сложная работа, потому что видеть кровь, видеть оторванные конечности, разообразные, видеть смерть. То есть не каждый с этим может справиться. В отряд приходят устраиваться спасатели. То есть они приходят, вот, я там видел, как из пожара выносят, а потом девушки благодарят, как ребёнка спасают. То есть у них немножечко героизированное представление об этой профессии. Некоторые у нас ребята действительно боятся высоты, но остаются те, которые могут перешагнуть через свой страх. Егор Полторыхин, Андрей Шарыгин, Руслан Габидулин и Сергей Ямаев, телеканал ЮТВ. Теперь транспортное средство в Башкирии можно зарегистрировать в отделении МФЦ в торговом центре «Аркада». Здесь помогут поставить автомобиль на государственный учёт, внести изменения в регистрационные данные и многое другое. До этого услуга была доступна только в отделе ГИБДД. С 10.00 до 17.00 каждый вторник сотрудники МФЦ будут принимать документы. Остальные процедуры, такие как осмотр ТС, проверки, оформление регистрационных документов, присвоение регистрационных номеров, там же возьмут на себя сотрудники управления ГИБДД. Кроме этого, будет доступна выдача государственного регистрационного знака для транспорта. Услуги, связанные с регистрацией транспортного средства, смогут предоставить только по предварительной записи. Сделать это можно по личному обращению в МФЦ или позвонив по номерам контакт центра отделения 8-347-246-55-33 или 8-927-33-33-100. Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Природа во время пандемии продолжает очищаться и дарит нам все более эпичные камбэки. Дом, где я спал. Как называется? Трезвиватель? Вотрезвитель. Напомню, почти 10 лет назад в рамках реформы МВД все вытрезвители в России были ликвидированы. Однако 22 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который возвращает систему медицинских вытрезвителей. Закон также предполагает организацию подобных заведений на принципах партнерства с частными организациями. Перед тем, как направить гражданина в отрезвитель, его обязан осмотреть медицинский работник. Кстати, койко-место вместе с перечнем услуг обойдется в копеечку. Зачем еще этот банкет? Кто оплачивать будет? В прошлом месяце депутат Госдумы Алексей Деденко заявил, что цены в отрезвителях регионы будут устанавливать самостоятельно, так как средства на их содержание будут в том числе браться из бюджетов. Среднюю стоимость за ночь оценили примерно в полторы тысячи рублей. В каком санатории? Ты что, слепой, что ли? Вытрезвительный? Идею возвращения вытрезвителей депутаты обсуждали уже давно. Законопроект в первом чтении Госдума одобрила еще в прошлом году. В пояснительной записке говорится, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте. В том числе от перехолождения на улицах гибнет 8-10 тысяч человек. Ужас. Ужас. Мнение о возвращении вытрезвителей на просторах сети разное. Одни одобряют, заявляя, что наконец-то на улице будет меньше пьяных. А вот другие, наоборот, смотрят на это скептически. Говорят, что забирать будут исключительно платежеспособных граждан. Другие опасаются, что ради выполнения плана полицейские будут забирать туда всех подряд. Плавали, знаем. Ну, как говорится, время покашет. Кстати, граждане России смогут оценить ребрендинг и качество сервиса новых вытрезвителей уже с 1 января. Вот приют для опьяневших. Слово «опьяневший» тоже не годится. Для устарших. Устал человек, идти не может. И все, вот туда. До скорых встреч. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ